Их голоса раздаются из радиоприемников уже 85 лет. В этом году радио ГТРК Татарстан отмечает юбилей. К этой дате мы подготовили цикл сюжетов, истории тех, кто стоял у истоков, и тех, кто делает радио Татарстана сегодня. Выслушала Карина Сурдинова. Татарстанская радио 20-е годы, последние 30-е годы, еще даже 40-е годы певцы, музыканты приходили живьем, выступали перед микрофоном. В 1958-м вышел в эфир первый выпуск одной из старейших передач между Волгой и Уралом. Его радиоволны разнеслись на сотни километров. Проект объединил новости из Мордовии, Чувашии, Мариэл и еще трех республик. Со времен первого выхода в эфир изменилось многое. Вперед шагнула и техника, и технология. Я пришла в радиожурнал в 2001-м году, и тогда материалы в Казань поступали на пленках, обычных магнитных пленках. Поступало это через поезда, через проводников, через автобусы. Просили передавать, то есть это было все, ну, по почте посылали. По-разному было. Говорят, что случалось, что и терялись эти где-то пленки, не знаю. Но об оперативности тут речь, конечно, не шла. Сейчас даже, если, допустим, в субботу вечером в каком-то регионе происходит какое-то важнейшее событие, то в воскресенье утром у нас это уже звучит. И так, шесть раз в сутки, семь дней в неделю. В редакции радиовещания держат руку на пульсе самых важных событий, а позывные татарстанского радио узнают даже в других странах. Мы получаем письма из Японии, даже из Китая, Прибалтика слушают, Кюрн, Милан. В сетке вещания более 20 передач. Над их созданием трудится целая команда. Среди них и ветераны труда, и молодые журналисты. За годы существования менялось многое. Дикторы, музыка, слушатели, техника становилась более современной. Неизменным оставалось одно – эфир. Он уже 85 лет дарит настроение всем, кто настроился на волну радио Татарстана. Карина Насрудзина, Вадельмин Дубаев, Илья Шорин. Вести Татарстан.